Матрица Это мир грез, порожденный компьютером Созданный, чтобы подчинить нас Сделать из нас всего лишь Это Сегодня мы четкого определения Понятия электричества Дать не можем Думаю, шутить по поводу умственных способностей Ученого такого масштаба точно не стоит А вот выразить уважение к тому, что он осмелился Открыто высказаться, однозначно нужно Ведь от динозавров науки, которые пишут Для нас учебники, такое не каждый день услышишь Кстати об учебниках В первой части было несколько опытов По электростатике, но мало кто обратил Внимание на фундаментальное противоречие В любом учебнике по физике можно найти Пример того, как статическое электричество Возникает, если потереть шерстяную тряпочку Аббонит Написано буквально следующее С этой шерстяной тряпочки на эббонит перетекают электроны Избыток этих электронов заряжает эббонит отрицательно Вроде все понятно и очевидно Но как быть с тем, что эббонит это диэлектрик? Буквально через несколько страниц в том же учебнике Мы узнаем, что электроны в атомах диэлектриков Прочно удерживаются на своих местах И не могут двигаться Что же мы тогда наблюдаем, когда натираем эту несчастную трубку шерстяной тряпочкой? Это противоречие подтверждает опыт по расположению заряда в конденсаторе Который мы показывали в прошлом видео Там демонстрировался эксперимент, который может повторить каждый Этот опыт 100% доказывает, что заряд сохраняется не на обкладках конденсатора Как утверждает современная физика, а в диэлектрике Так значит диэлектрики имеют отношение к электрическому или нет? Ждем в комментариях под видео экспертное заключение опытных электриков Потому что они-то точно все объяснят А пока они пишут гневные комментарии Приведем цитату одного из них, который уже давно не с нами Вот что он сказал Прошло 80 лет, и я по-прежнему задаю себе этот же вопрос Что же такое электричество, но не в состоянии ответить на него? Этого электрика звали Никола Тесла А теперь коснемся, так сказать, базовых понятий Вернее, тех понятий, которые на самом деле сегодня выдают за базовые Речь пойдет о частицах и о главной из них – электроне Сегодня физики говорят о нем как о чем-то, что точно объективно существует Например, все мы слышали про электронный микроскоп Но кто сказал, что этот микроскоп видит именно электроны? На самом деле это устройство просто способно различать более мелкие детали Также все слышали про камеру Вильсона Но на самом деле сам электрон никто никогда не видел В реальности существует только признанная наукой физическая модель Которая вроде бы наиболее понятно объясняет физические явления на данный момент Я никакой не научный работник, просто инженер, разработчик Работаю на радиотехническом заводе АО «Марион» Здесь я уже работаю инженером-разработчиком 11 лет И я тоже благодарен, что судьба меня как-то забросила на этот завод Где я познакомился с кристаллами кварца И вот это все увлечение, наверное, пирамидами и древними цивилизациями Произошло именно отсюда, от кристаллов кварца Потому что я понял, что все электричество у нас каменное У нас все электричество каменное Все наши компьютеры, телефоны, экраны Они все сделаны на кремнии, на окиси кремнии, на кварцах Хотя мы это как-то не особо осознаем Что и процессоры думающие, которые в шахматы нас обыгрывают Они тоже сделаны на этих кристаллах Просто кристалл принимает определенную форму структуры и начинает думать Думать и общаться с нами, даже в шахматы нас может выиграть Если так подумать, что не существует никакой электрической энергии Это термин, который мы просто используем Не существует тепловой энергии Ни кинетической, ни потенциальной Энергия – это просто энергия И дальше надо будет дать четкое понятие, что такое энергия Значит, электричество – просто среда материальная, которая передает эту энергию С одного места энергию берем и в другую Само электричество ничего не создает Значит, как оно передается? Ну вот волна, допустим, на океане поперечная Волны бывают поперечные на границе среда Либо чаще всего продольные Вот сейчас я говорю продольной волной То есть звук сжимается и разжимается А на границе среда, на океане, волны Я специально вам показываю поперечную волну, чтобы все видели волну Вот встал человек на доске и катится Он же берет энергию волны Он что делает? Он просто скатывается, все время стоя на одном месте А почему он вниз не скатывается? Потому что волна перед ним все время подымается И ему надо отрегулировать скорость скатывания Просто угол меняет И стоит на одном месте При этом он все время катится с горки Но вертикально он никуда не двигается И он до берега перемещается То есть волна может переместить этого человека из Америки в Европу Да? И это называется телепортация Вот это и есть телепортация Телепортация это перемещение материальных тел волновым способом Так что говорить, что мы еще не изобрели телепортацию Но я считаю это неверно Нету электрической энергии Потому что энергия измеряется у нас в каких единицах? В джоулях Нету джоуля электрической энергии И джоуль тепловой никак не отличается Никак не отличается это джоуль Джоуль говорит о том, что эта сила в один ньютон Переместилась на один метр Это один джоуль Один ньютон это примерно 98 грамм воды Допустим Так что вот литр воды подняли на 10 сантиметров Вот я кружку поднял на 10 сантиметров Джоуль Еще джоуль Опустил, получил джоуль Поднял и скратил джоуль Понимаете, да? Литр воды на 10 сантиметров Согласны, да? При ускорении 9,8 Значит, вот если говорить про энергию Физика дает такое определение энергии Что энергия это общая количественная мера движения И взаимодействия всех видов материи Это из большой советской энциклопедии я взял Потому что в Википедии невозможно брать То есть общее количество мер движения и взаимодействия То есть физика определяет всех видов материи Что энергия это вот все, что движется и взаимодействует Это все энергия Но это, извините меня, физики не знают определение энергии Вообще никак получается Это все, что движется и все, что взаимодействует Это все энергия Это электрическая энергия и то все энергия А что конкретно это такое? Вы скажите У физики нету определения энергии Нету? Нету, отсутствует Это какая-то эфемерное определение Что это все, что двигается и все, что взаимодействует Оно может двигаться и не иметь энергии, допустим Если тело лечит с одной скоростью, какая там энергия? У него вообще не может быть энергии Оно двигается, а вы говорите, это движение Значит, чтобы дать определение правильной энергии Мы упираемся в определение сил Потому что физика с трудом дает определение силы Определение силы в физике – это мера взаимодействия Опять же, не всегда взаимодействие выражается силой Я даю свое определение энергии и силе Вот уж как хотите, я знаю, здесь есть физики, да В моем понимании, сила – это любовь Это то, что когда-то кто-то разделил единое на две части И эти части, они комплементарны И у них появилось стремление друг к другу любить То есть, когда-то человека разделили на мужчину и женщину Все, мы стремимся Электрона там с позитроном, мы всех разделили И сила – это есть стремление разделенных к единству Когда-то они были едины Вот и в электричестве, и в механике Разделили давление высокое Вот когда-то они были вместе, они стремятся к давлению Понимаете? А в нашем языке, вот я показал, буквочка L Видите? Как она в электричестве разделяет материю на положительно заряженную и отрицательную Вот L и есть такой разделитель Это, значит, любовь в нашем языке и есть сила Она разделяет единое на две части И вот та часть, что отделили, она любит ту частью к ней стремиться И вот они, вот это сила, любовь А так как, вот вы поймите с точки зрения определения, что энергия – это когда силу переместили на расстояние Значит, энергия – это движение любви Вот простое понятное определение Энергия – это движение любви Когда любовь двигается, тогда и энергия есть Если любви нету, нету никакой силы и нет никакой энергии Сила – это любовь, а энергия – это движение любви А тогда энергия передается чем? Движение любви Чем передается? Волнением Волнами Движение любви передается волнением И вот энергия передается по волновому каналу, электрическое Волнением Просто волнуется Волнуется электрон Волнуется атом воздуха, который отделили от того, с кем он был рядом И вот это волнение, вот это я даю определение Жизненные И физика должна быть жизненная Теперь дальше – мощность Мощность – это скорость, с которой энергия выделяется в секунду Ну, грубо говоря, мы же, когда я поднял на 10 сантиметров один джоул Я же могу за год поднять это все, да? Могу за секунду Все равно это будет один джоул Неважно Энергия не имеет понятия времени Для энергии времени не существует Я вам помните, говорю, точка сингулярности – соль Потому что на соль мы получаем энергию Электрическая энергия – это соль, наши 50 герц Там нету времени вообще Для энергии без разницы время Подниму я это за миллиард лет или за одну секунду – один джоул все равно будет А вот когда мы добавляем время – это уже мощность Это скорость изменения энергии То есть скорость изменения движения любви Любовь – это не выдумка человечества Это осязаемая величина Это сила Может быть, любовь – это нечто большее, что мы не в силах Пока осознать Может быть, это свидетельство чего-то Артефакт какого-то другого измерения, которое мы не в состоянии постичь Любовь – это единственное доступное нам чувство, способное выйти за пределы времени и пространства Может, нам стоит довериться ей, даже если мы не понимаем ее сути Красный обожженный кирпич является накопителем энергии Обычный кирпич пористый, как губка А его красный цвет обусловлен пигментацией, богатой оксидом железа Обе особенности обеспечивают идеальные условия для выращивания и размещения в нем проводящих полимеров Что и сделала команда Вашингтонского университета в Сент-Луисе Солнечные панели на крыше, соединенные проводами с кирпичами в стенах домов, зарядят последние Исследователи заполнили многочисленные поры кирпичей сначала парами соляной кислоты для выделения трехвалентного железа А затем парами идот После этого кирпичи отправились в печь, нагретую до 160 градусов по Цельсию Оксид железа вызвал химическую реакцию, покрыв полости кирпичей тонкими слоями полимера, ридот Обладающего крайне высокой электропроводностью В итоге из печи выходили кирпичи с черно-синим оттенком, обладающие способностью проводить электричество Затем они прикрепили медные провода к двум кирпичам Чтобы предотвратить короткое замыкание между кирпичами, когда они сложены вместе Исследователи разделили их тонким пластиковым листом полипропилена В качестве жидкого электролита использовался раствор на основе серной кислоты А кирпичи подключили через медные провода к обычной батарейке Примерно на одну минуту После зарядки кирпичи смогли запитать белый светодиод на 11 минут Четко определить, что такое электричество мы не можем Хоть это странно, но это является фактом И написать в энциклопедии, вот сейчас в электротехнической энциклопедии Очень затруднительно определить слово электричество Настолько оно многогранно и имеет широкое такое понятие ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова